Самые отличившиеся, увы, не в лучшую сторону управляющие компании. Сегодня на специальном совещании под председательством заместителя главы администрации Екатерина Насачёвой разбирают, почему ряд управляющих компаний не снижает свою задолженность перед МОЗ «Облэнерго» и ресурсоснабжающими организациями. Заключены графики, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и, соответственно, какую работу по взысканию задолженности населения проводится. Как правило, из года в год должники остаются одни и те же. Так, управляющие компании «Заботливая», штаб УКПК входит в тройку лидеров по долгам за электроснабжение. А вот по долгам за теплоснабжение список возглавляют «Жилэкссервис», «Урэп-3» и «УКПровжилкомплекс». Все суммы исчисляются миллионами рублей. Задолжали за водоснабжение больше всего УКПК, ЖУ «Пушкина» и «Проект». Что касается ЖУ «Пушкина», то это одна из немногих управляющих компаний, которая активно погашает свой долг. Так, за год удалось снизить задолженность по водоснабжению с 30 миллионов до 8. На совещание также разобрали и долги населения перед управляющими организациями. Больше всего хвостов у жителей перед ЖУ «Пушкина» – свыше 64 миллионов рублей. Это одна из крупнейших управляющих компаний. Она обслуживает около полутысячи домов округа. 38,5 миллионов – задолженность собственников перед «Жилэкссервис», замыкают тройку лидеров по недоимке у «Урэп-3». С представителями каждой из присутствовавших на совещании управляющих компаний должников отдельно разобрали причины неоплаты. Работа по неплательщикам активно ведут все ресурсоснабжающие организации, в том числе и через суд. Примечательно, что на совещание не явились многие представители злостных неплательщиков.